здравствуйте друзья добрый вечер 8 часов вечера сегодня едут домой завтра с утречка завтра с утречка у меня будет новая группа я честно говоря даже не спросил сколько там народу знаю только что в большом классе они соберутся и это может быть легко там человек 35 например кроме тех кто придут просто послушать из тех кто раньше учился и так далее ну вот как бы основного состава ну поглядем и я рассказывал что решил освоить веб-драйвер с джавой хотя раньше там не не с джавой не сталкивался не с веб-драйвером тем более но я я автоматизировал то есть не то что я там слуны свалилась я был синер левела автоматизатор такой ну давно достаточно давно поэтому учить меня автоматизации не надо но конкретный тул как конкретный там язычок там и так далее это конечно там подхватит но дело не в этом дело в том что тут произошло несколько интересных значит вещей я обнаружил себе несмотря на то что мне через пару месяцев сейчас меньше чем через два месяца будет 61 год я обнаружил себя абсолютно кайфующим значит вот от того что стал заниматься так сугубо техническим если что меня в этом деле напрягает что мне конечно хотелось бы там часов но хотя бы по 10 в день этим заниматься было как на работе сел там там и 10 и 12 на раз бывает но уже сидишь и делаешь поскольку я все-таки руковожу школой с одной стороны с другой стороны я веду уроки вот например я сейчас вел онлайновый класс и что-то мы там с ними разошлись мне понравился сегодня урок они знаете они хорошо тест делали и я так прямо наполнился позитивной энергией обычно делают не очень хорошо настояние портится а тут прямо так здорово они сегодня я так не полтора часа там прогудел но к чему я говорю что хочется погрузиться на этом с погружением но но так не получается но ничего страшного я тут урывками там как могу значит я и книжечку там быть я рассказывал почитал так без всякого удовольствия и без пользы вот посмотрел видео нашей или совершенно потрясающие посмотрел там еще кое-кого на интернете там порыл вот ну и в общем то 9 числа через там недельку с небольшим у меня будет первый урок уже в классе по автоматизации но дело в том что неожиданным эффектом вот этого всего побочным стало то что я увидел что в веб-драйвер можно человека заводить как бы с нуля ну вот я хочу сказать что когда 26 лет назад уже скоро 27 началась эта школа первый урок был таким я зашел в класс потом было человек не помню 11 что ли там вот я захожу класс там 11 человек они так сидят что повернув голову видят доску не назад повернув так вбок немножко так они сидели вдоль стеночек вот лицом к стене так голову повернули видишь на доске и вот я на этой доске начал писать скрипт был такой инструмент назывался microsoft тест тогда это еще была версия 2.0 я начал писать тест игорь его я тоже давайте вот запустили вот вот эту вот иконочку запустили и тоже давайте и мы с ними так вот значит написали какой-то тест автоматизировали там пару тест кейсов и автоматизируя в процессе пары тест кейса значит мы уже поговорили и что такое тест кейс и там на что-то наткнулись написали revised report поговорили про баги порт но и так далее то То есть мы как бы изучали тестирование через вот это. То есть первое, что они узнали до всего, это было что-то такое слегка автоматизирующее. Ну, слегка. Ну, язычок, который там был встроен в этот самый Visual Test, это Microsoft-овский продукт. Они упаковали внутренний тул, так вот стали его продавать. Естественно, это было что-то вот такое Visual Basic-подобное. И там, на самом деле, даже интерфейсы можно было свои писать. То есть можно было писать свои фреймворки в этом же туле. Вот. Но мы этого там в классе, конечно, не учили, а учили просто вот такую простую алгоритмизацию. И что там было. В библиотеке определенной мы там с ними работали на Windows. Это еще было Windows 3.1 у нас. Страшно вспомнить. Но к чему я говорю? Я как-то исходил из того, ну, с чужих слов, не со своих. Исходил из того, что вот на WebDriver так не вскочишь. Вот, скажем, там есть Selenium IDE, такой инструмент в пакете Selenium, и есть несколько инструментов. Вот один из них, так называемый IDE, он такой простенький. Ну, опять, можно простенько, а можно там тоже раскопать с ним. Там очень много глубины, на самом деле. То есть его можно долго изучать. Но рынок его не хочет. То есть, как бы, это не маркетабл. А вот маркетабл, значит, веб-драйвер. И вот я исходил из того, что для того, чтобы скакать, значит, по веб-драйверу, надо уже знать HTML, знать там JavaScript, знать там, может быть, немножко Java. Ну, вот всяких таких дел. И тут я смотрю, что при всей, так сказать, глубине того, что можно сотворить со всей этой комбинацией Java и веб-драйвера, заскочить туда не сложнее, чем мы когда-то заскакивали на там этот Visual Test. Или там Microsoft Test тогда он назывался. Ну, то есть, не сложнее. Я вот могу совершенно понятный тест написать, там будет десяток строчек. И я могу дать этот тест и сказать, а теперь давайте сделаем такой же, но вот там еще на что-то. Ну, допустим, вот мы делаем тест на логин и пасворд. Значит, вводим там какое-нибудь значение такое и значение сякое. И должны убедиться, что там в таком-то месте будет написано, что там Welcome, там, не знаю, Васин. А потом мы дадим неправильный пасворд и должны убедиться, что появится какое-то сообщение, что там, пожалуйста, дайте правильную комбинацию. Ну, то есть, уже от него плясать можно, там, маленькими изменениями, там, и так далее. В общем, я сочинил такой небольшой тест-кейсик на первый урок, как бы, где, ну, чуть-чуть, вот, чуть-чуть такого, чуть-чуть Java, чуть-чуть там инструментарий есть такой, который помогает определить позицию кнопочки или, там, боксы, какого-нибудь в системе координат. Там их разные системы координат есть на страничке, на веб-страничке. Вот, значит, вот отловить эти координаты. Называется локатор, если там кто-то более точно знает. Вот как поймать этот локатор, как его вставить в скриптик там и так далее. И, честно сказать, я совершенно не могу даже себе представить, чтобы возникли какие-то проблемы с восприятием у людей. Вот. И тогда у меня возникла концепция. Я просто вам рассказываю, так сказать, о том переживании, которое у меня сейчас в голове, потому что завтра с утра я в 10 утра войду в класс. Это будет новая группа, у которой вообще, ну, вот вообще никогда ничего, ни о чем мы не говорим. И я не хочу пользоваться, на самом деле, никакими слайдами. Ну, на самом деле, у меня есть, я сделал, но не хочу пользоваться. И вот мы, значит, соберемся. И у нас есть 5 часов. Ну, хорошо, полчаса там у них ланч, там, пусть будет ланч. 4,5 такого рабочего времени. Значит, 2, и там, после ланча 2,5. Если они, конечно, не уснут, ну, я надеюсь. До ланча мы будем просто тестировать. У нас есть одна аппликушечка, на которой мы учимся тестировать то, что называется график юзер интерфейс. Это веб-страничка такая. Веб-страничку дают там в одной компании. Я сейчас купил Oracle, эту компанию, но она там есть. До сих пор они пользуются. Дают людям, которые на интервью приходят. Им говорят, вот смотри на страничку, что видишь, вот какие проблемы ты видишь. Руками трогать нельзя, только зрение. Вот смотри, что найдешь. И, значит, мы возьмем эту страничку. И до ланча мы с ней поработаем. То есть, да, я специально создал в Бокзиле, у нас есть своя версия Бокзилы. Это система, где записывают ошибки. Я уже так, немножко комментирую для тех, кто не в курсе. Вот, и мы в этой, значит, базе данных, куда ошибки записывают. А это одна, один из навыков, которые мы изучаем, да, то есть, внести там, обнаружить ошибку и записать ее грамотно и правильно оформить. Вот в этой самой, ну, Бокзиле или другой системе, они все похожи. Вот, и я им на первом же уроке дам доступ в эту Бокзилу. Мы специально для них создали там аккаунт такой студенческий. И они будут, раньше они мне так голосом говорили, а я записывал, объяснял там и так далее. Не, они сейчас у меня начнут в Бокзилу писать. Вот, за первые два часа мы потестируем, найдем сколько-то багов. Они эти баги запишут в Бокзилу как могут. Я вам обещаю, что это будет кошмарная запись, но это не важно. Это вот первый шаг такой, понимаете, который они сами сделают, а не я за них. И так далее. А дальше я буду параллельно с этим разбирать эти баги и делать их, ну, править, да. Значит, я начну показывать какой-то такой язык более правильный, как надо было бы это сделать. Вот, и мы за первые, значит, до обеда мы найдем сколько-то багов и занесем их. в баг-трекинг-систему. А вот после обеда мы посмотрим на некоторое веб-аппликейшн. У нас есть, мы используем для целей автоматизации. На нем автоматизируем. Значит, мы, я пару слов скажу про это аппликейшн. Потом мы напишем тест-кейс ручной. Ну, я напишу. Подробно, подробно распишу, как бы мы вручную делали этот тест-кейс. То есть, вот мы как бы в первый же день уже поймем, что такое тест-кейс. На примере. На примере, не то чтобы глубоко. На примере мы поймем. После чего мы начнем этот тест-кейс автоматизировать. То есть, я его сначала сам у себя запущу на преподавательском компьютере. А потом мы начнем... Ну, представьте себе, что в классе 35 человек. Значит, вот. Дальше мы должны будем уже силами, так сказать, нашего коллектива студенческого это же самое сделать. При том, что необходимо будет создать проект. То есть, не просто вот какой-то скрипт, там и кнопку нажать. Запустили. Вот. А нужно будет создать проект. Значит, в этом проекте нужно будет подцепить туда какие-то библиотеки из веб-драйвера. Мы не будем пользоваться в первый день JUnit. Мы будем так чисто вот из Eclipse писать. Значит, Eclipse и Java у них установлены уже на студенческих компьютерах. Вот. Но там надо будет еще инструментик один, называется Firebug, подключить. Значит, чтобы ввести некоторые понятия. И там скриптик тоже так написать-дописать. Но мне говорят наши педагоги, что ты, Миша, губы раскатал и думаешь, что ты все это успеешь. Но когда ты увидишь 40 человек, которые не знают, как некоторые, как сохранить файл, которые будут три раза спрашивать, а как называется эта вещь, а где ты ее взял. Ну, короче, они меня пугают. Вот. Как будто я первый раз у доски стою. А я у нее уже стою... А так хороших лет 45. Вот я с 15-16 лет преподаю. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим. Конечно, преподавать в группе 10-12, даже 15 человек, это не то же самое, когда их 35. Это я вам могу сказать, что там, как не ходить к бабке-гадалке. Но, во всяком случае, я бы хотел, как бы, вообще нашу всю программу перевести в режим буткемпа. Когда просто тестируется там один проект, второй проект, третий проект. И под это уже подтаскивается все остальное. То есть целыми днями пишем тест-кейсы, целыми днями пишем баги. Мы периодически автоматизируем и заодно двигаемся. Немножко больше узнаем о Java, немножко больше об HTML, JavaScript, SQL, все остальные вещи, которые... Unix, то, что мы и так учим, в принципе. Но, как бы, завязать это в такой буткемповский режим. Это моя давняя мечта, потому что я, собственно, так ведь и начинал когда-то. А потом, вот, когда появляются разные люди, понимаете, они разные люди говорят, я веду этот кусочек, ты ведешь тот кусочек, она начинает разваливаться, и уже у тебя не буткемп, а так, как бы, такая мимикрия учебного заведения там, университета, не дай бог. Вот, а мы же не академические, мы же ПТУшники фактически. Так что, друзья, вот завтра у нас будет такой замечательный день, я вам потом все расскажу. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова